чем ладно мы берем крафтер пожалуйста можно пока обыкновенный нам тут скорость ни к чему и вот так и он лоткнулся и делаем себе рецептик насколько я помню из редстончика можно сделать себе редстонную штучку ну редстонную штучку одну да только у нас редстонных штучек есть он пока еще есть к сожалению редстончика 1 редстонная штучка давайте мы тут тоже спидов добавим зачем это мы тут без спидов вот если мы закажем себе редстонные штучки они попытаются сюда приехать но тут все черт возьми хдпи занято я думаю что когда у нас постоянно идет производство хдпи никакой проблемы у нас с этим нет единственная проблема у нас заключается в том что у нас есть еще юранайт но как вы видите никакой урановой руды у нас нет почему-то хороший вопрос почему это вообще пожарить надо не валялось почему у нас нет урановой руды скорее всего у меня сломался самый его зовут ну вот тот который давайте телепортнемся сюда вот сюда вот а вообще у меня к нему телепорт был нет телепорт у меня к нему нету а и мы стоим на такой красной штучке единственное что все в снегу вот сюда и почему не работали зараза тачка воре просто доработал до конца ел все нам больше не надо нет нам больше надо он ел вправо-вниз теперь он будет точно так же есть и влево-вниз энергию куда-то девать надо что это он ничего влево-вниз найти не может подозрение что он нарисовал вправо-вниз а на самом деле вот сюда вот надо вот сюда потом сюда ничего не понимаю да карьер ведет себя очень странно ну тем лучше не нужно будет настраивать а вот этот вот крафтер это еще образом нужно красненькие нужны рефайн обсидиановые нужны обсидиановые и нужны еще алмазники алмазники насколько я помню алмазники делаются из просто из алмазов прикарно алмазов должно было быть алмазники не могу запомнить что можно пользоваться удобствами и вот эти вот тоже сюда они делаются из рефайн обсидиан даст богат все теперь у нас полностью автоматизирована и вот это можно ломать у нас даже рефайн обсидиан даст автоматизирован а единственное есть подозрение что эти штучки будут друг с другом конфликтовать лично что-нибудь а фасадов для проводов или же здесь закрыть или же это просто закрыть и туда воткнуть point да ну все ура сделали можно радоваться жизни я хочу сделать для того чтобы порадоваться жизнью его в том что мы можем создать себе не очень сильно напрягаясь не очень сильно напрягаясь мы можем и а чуть они производятся до сих пор все еще красненький производится вот для этих производится вот эти чтобы производить все вот это то что я заказал черт возьми ой яйца были тортик сделали база оживает будет очень полезно переезжать с этой базы кстати понял зачем вот эта штука чем она от этой отличается а насколько я понял вот это я могу пользоваться сам а это я могу передать другому игроку ну то есть смысле просто игрок будет стоять рядом с ней получать из нее ману эти ману у меня прямо растет про ее будет некуда девать у нас с махоу гемами они у нас все забиты они у нас все забиты у нас есть 20 фей эйсинсов и эйсинсы уже не очень нужны эйсинсы нужны для всякого мультиплееров для всякого pvp и так далее у нас вот с этой штучкой она почти пустая если я все-таки скажу не использовать фильтр так ну и собственно я думаю что же осмей если я осмей переграблю в пробилке какой-то другой нежели который у меня занимается рудой то есть вот в этой пробилка так здесь есть большие проблемы но я пришел решил решил о какой я ловкий не сюда сюда еще и лежат в есть а зачем мне здесь bio fuel не знаю bio fuel я сюда загоню еще не очень скоро из всего сделать speed апгрейдов потому что что из них еще можно делать из этой плите а а и можно реинфорсить пластик блок и вот эти штуки тоже да придется все таки оставить в виде порошка надеюсь что никакая никакой процесс этот порошок у меня не стоит насколько я помню мне нужно было сделать апгрейдов и штучек и вот эти кончились и вот собственно возникает вопрос вот говорю да я хочу вот это я могу вот это вот показать нам как-то показать я не могу то есть я могу только сказать что пожалуйста мне что нам намекает на то нам нужно и файнит 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 где-то была такая штучка может быть у нас нет мода на нее был какой-то специальный блок для того чтобы рефайнит сторож запасал предмет судя по всему такой штучки у нас нету и ну мы можем каждый как бы это сделать правильно мы можем это безобразием сделать так же как я сделал здесь вот хранилища предметов вот здесь на что у нас тут был какой-то но украфт и кнопка была что ли но украфт и стык за кнопку нет в интерфейсе помыли в крафтере была кнопка интерфейсе по моему содержать в нем только не крафтчен как ли это и наверное можно так сделать интерфейс пожалуйста можно ли с интерфейсом вы штуку провернуть здесь можно нажать экзак мод и нет это не интерфейс делает экстрактора это тоже нет может быть импорт это будет делать посовывать только не крафтченый предмет была история такая была я помню и вот этот будет показывать он детектор производить штучки если мало мы умеем а например вот эта вот история нет она совсем не то была была такая история помню пока в смущении смущение бегал по базе и искал где же у меня такая штука была сделана я где-то применить обнаружил что просто магма плавится от цвета вот вот этот вот расплавить не смог а здесь вот смогла интересно чем экспортер смотрим нет 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 не импортер и так не делают есть вот этот вот на вен вен замал вот этот вот не настроен это крафтер для того чтобы не были скрафченные штучка всегда в системе. Вот эти вот, по-моему, так тоже не делают. Нету специального аддона. По-моему, экспортер должен был, именно экспортер должен иметь кнопочку крафт, экспорт крафт only. Регулятор так умеет. Здесь есть регулятор. Регулятор позволяет настроить, может, регулятор позволяет настроить. Ну-ка, давайте возьмем регулятор. Регуляторов-то нету, почему-то их нету. Почему их нету? У меня они были, я их использовал. Если воткнуть сюда регулятор, не появляется ничего? Ну и два. Давайте воткнуть сюда крафтер обгрейд. А, крафтер обгрейды тоже кончились. Если нам, пожалуйста, крафтер обгрейд. Мы воткнем сюда крафтер обгрейд. Появится ли кнопочка? Нет. Но, может быть, крафтер обгрейд позволяет. Надо произвести эксперимент. Вот, допустим, бочка. К ней подключен сторож обгрейд и к ней подключен экспортер. В экспортер мы запихиваем вот эти штучки. Регулятор обгрейдов. Регулятор и крафтинг обгрейд. И говорим, дайте нам, пожалуйста, алоэ. Мы их много сделали. Мы много их сделали. Какие алоэ у нас? Которых мало? Никаких не мало. Ладно, здесь лежат алоэ ровно. Пожалуйста. Алоэ начали сюда приезжать. Начали ли они из системы уезжать? Да, они уезжают. Регулятор обгрейд. Так, а если я буду говорить, что мне нужна целая бочка этих самых алоэв. В какой-то момент вот эта штуковина, когда даже регулятор не нужен, поймет, что она забила бочку этими самыми крафтинг обгрейдами. И у меня будет бесконечно много крафтинг обгрейд. То есть инфлюстовое. Она поймет в какой-то момент, что она забила все инфлюстовое. Стоп. Так что у нас с инфлюстовоями? Мы остановились. А, ну да, мы остановились, потому что регулятор сработал. Не надо больше нам тут ничего регулировать. Мы хотим полную бочку этого барахла. Вот. Вот. Мы хотим полную бочку этого барахла. Ага. Куда я? Куда я? Куда я? Вот. Рядышком. И вот тут у нас... Ой. Так что такое? Это HDPE. Вот у нас барахло. Раз, не крафтится. Ну так. И сюда вот самое с крафтингом. Вот у меня крафтинг обреет. У меня СТЭК. Вот все должно сюда приезжать. Почему что не заказала? Почему ты не заказала ничего? Вот это уже очень интересно. То есть, если я руками закажу, мне их сделают. Вот они у меня делаются. Шикарно. Вот этот вот заказывает. Сигнал «Сигнал «Сигнал «Сигнал»». И вот они все уехали. но когда я говорю что ставьте мне их пожалуйста ставьте мне их пожалуйста она потому что она понимаешь ли мута очень интересная история допустим я при помощи регулятора сказал что здесь должно быть много забрал учишь ли ты крафтин я знаю чем проблема а я знаю в чем на сколько ты заказала все а она заказывает каждый раз по одной штучке и я если мы вернем тебе ладно меня не волнует давай . надо со степом работает ли у нас система о еще работает сработать систему настолько что давай запихивать под ним там очень вариантом 2 либо держать по бочке на каждый а мы либо использовать регуляторы но тогда тут нет можно же использовать супер-пупер мегаэкспортер экспортер бывают разные может быть вот в этом была такая нет экспортер нет а где мои мне нужны экспортеры это экспортер дам делаем себе экспортер и смотрим его кстати этот экспортер из экстра сторожа у нас есть экстра сторожа экстра сторожа у нас есть да черт называется точно я хочу крафтинг сторожа извините вообще не вот наша история но теперь если я соединю а вот это вот с этим вот это зараза начнет начнем хранить все эти штучки здесь первых площадка она сюда будет а все говорит он использует то что уже лежит в системе или обязательно крафтинг хороший вопрос а то я бы то я бы здесь вот так вот рядок бочек по всеми штучками которые мне обычно нужны был не запас бы держал к сожалению найти а вот это у меня не случилось сделаю маленькое исследование что такой крафтинг а вот это сторож блок это просто 40 очень такой же как диск здесь наверняка есть а вот 1 insert and extract exact no подозрение, что эта штуковина сейчас очень напряженно прикладывает в эту бочку из вот этого сторожа. Как я сказал, Эстертонли, она начала сюда напихивать. Это нерешенная задача, ее надо будет как-нибудь решить. Это очень неразрешимая задача получилась. Если присоединить экстерном сторож к интерфейсу, он почему-то держит только один. Сейчас он скрафтит еще один, увидит, что один есть, успокоится и вот этот один же сюда еще добавит. Если сделать вот так, это нас не спасет, потому что он обнаружит, что хотя бы один есть и будет пытаться этот один добавить. Да, проблема, если вы вдруг умеете ее решать, то сами знаете, куда писать. Но давайте займемся чем-нибудь еще. О, все штучки должны были. А, все штучки никуда не поедут. Потому что эти вот штучки уезжают из... В общем, вот те вот вакуумные хопперы. Вакуумная фигня, надо что-то другое туда поставить. Совсем не справляются. Кстати, давайте это сделаем. Это меня уже совсем достало, потому что я шляюсь по базе постоянно со своими бомбами в руках. Как это сделать? Очень просто. Вместо вот этого сундука... Вместо вот этого сундука... Вот этих штучек. Нет, они работают. Никаких проблем. Все нормально. Мы ставим хоппер... Мы так уже несколько раз делали. Где все мои хопперы, которые хорошие хопперы? Вот. Мы ставим промышленный хоппер, у которого стеки не обязательны. Но раз, два, три, четыре. То есть он полностью должен покрывать комнату. Единственное, что куда я боюсь, могут попадать предметы. Вот сюда. Но очень надеюсь, что этого не произойдет. Сейчас. Экспериментируем. Ну, еще ему нужно скорость включить. Но скорость у него у нас очень хорошая. Нет, я все ловлю. А он-то будет ловить? Не, ну-ну, серьезно. Убирай. Ник, давайте закроем это безобразие. Будет пытаться у меня что-нибудь запихнуть? Надеюсь, нет. К сожалению, хоппер просто не работает. Он считает, что раз ему дали рационный сигнал, то работать он не обязан. Можно подлезть? Нет. В экспириенс пайлом. А, трогает. Так, ему надо сказать, что... А можешь вот просто забить на рационный сигнал? Ну, кажется, у него получается. Да, сойдет. На этом мы пойти можем. Ой. Смотрим. Не спасло. И по всему, то ли у меня со спаунером именно слаймов какая-то интересная история. То ли у меня с... Я не знаю с чем. Он работает, но что-то засасывает, но что-то у меня еще и, понимаешь, оказывается в кармане. А еще он не работает с рефайнидом. Раза. Что делать? Кник. Ну, пока отключить вот этот вот грайндер. Он, конечно, классный, а потом придумаем, что с ним делать. Как-то нужно собирать здесь предметы. Очень не хочется использовать с пьедесталами. Дептоппер. Нет. Те самые вакуумные. Как они из циклика? Как же они называются-то? Эти синенькие штучки из циклика называются... Нет, майнеры. Поэтому коллекторы. Очень не хочется их пользовать. Так. Уважение с крафтингом штучек из механизма мне что-то как-то говорит о том, что Ваня, кажется, пора вводить автокрафтинг вообще всего. Вот как-то так. Как-то так теперь наша история выглядит. Ух. Да, немножко не то, что я хотел. А, да, еще. Ты же? А, он уехал в систему. Теперь можно его расположить вот здесь. Теперь будет Fluid Importer. Вот. Вот этот item collector работает правильно, хорошо, и я не успеваю получить предметы у тебя во время его работы. Ну, вроде, да. Дотянусь. А, эти ребята сюда не дотянутся. Ну и, соответственно, нам нужен импортер. Импортер. Нет. Да, импортер. Наверное, с парочкой стакоплейдов. Ладно, одного хватит. Так, я, конечно, все равно получаю от них какие-то... Так, я все равно от них что-то получаю. Вообще непонятно, как это работает. Но, с другой стороны, я точно так же получаю мясо и в других спаунерах. Очень интересно. Поздравьте меня, машинки полные. Намекает мне о том, что пора начать их тратить. Но просто так тратить я их, наверное, не буду. Я, я все-таки извращенец. И надо отдать мне должное. Я бы построил вот такую же систему. Почему вот этот меч не засовывается вот в этот копер? Несмотря на то, что у него есть возможность туда уехать. Хороший вопрос. Что ему мешает туда попасть? Вот этому прекрасному мечу на лутинг. Итак, я хочу повторить эту историю. Но я хочу, чтобы эта история работала немножко по-другому. Для начала мы отключаем производство вот этих вот мечей, которые из water-инфьюзитов превращаются в stone-инфьюзиты, которые дают нам кучу разного шарпница. Почему? Потому что мы сейчас будем это все дело повторять у себя еще раз. Так, нам нужен enchantment-экстрактор. Вот вопрос. Где наша мишка с шарпницом хорошим? Шарпницная книжка. Вот такая книжка на меч с... О, уехал, зараза. Давайте возьмем себе обыкновенный меч и зачаруем его. Вот этим хорошим шарпницом. Цена 35. What the infusion is never applied. Так. Earth-infused sword. То есть любой инфьюз самый... То есть любой enchant очень крутой книжки будет все равно стоить 35. И нам надо просто где-то взять 35 уровней экспы. Это меч, который уезжает. Интересный меч. Лутинги. Кстати, давайте перестанем, да, делать вот эту вот всякую глупость. Потому что я же наверняка захочу какой-нибудь лутинг тоже сделать офигенский. В общем, забираем вот это все. Это пойдет со мною. Так. Ой. Вообще все сломал. 97 rfa. 97 rfa наверняка должно жить здесь. Так. И это пойдет со мной на нижний уровень. Это вот со мной пойдет на нижний уровень. И вот это пойдет со мною на нижний уровень. Это начало. Вот эту машинку... Может ее прямо взять? Да, ее, наверное, прямо взять. Экстрактор. Тогда мне нужно взять вот это. Ну и, собственно, все. Пока это оставляем как есть. Такс.